Мустай Карин Мустай Карин В этом году мы дали гранты студентам разных специальностей, журналистики и филологии татарской, башкирской, русской, которые связаны с изучением творчества Мустая Карина. Мы очень отбираем, там кандидатов человек 10 может быть, да, а мы не столько мы отбираем, мы совместно отбираем с факультетом. Ну, вот мне все равно, я могу и математикам дать, потому что если математик поэт, почему бы нет? У нас в республике есть такое, на самом деле, великое достояние, как Мустай Карин, и это было бы, конечно, большой ошибкой не поддерживать это, не сопутствовать тому, чтобы большое количество людей об этом знали и чтобы в нашей республике это было достоянием. Поэтому пусть эти два дня, которые проходят в рамках столетия, завершения, так скажем, вот этого года, столетия Мустая Карима, пусть они пройдут с хорошим, добрым начинанием и останется это все для наших детей, для наших внуков, для следующего поколения. Башкирский госуниверситет – это место, где Мустай познавал мир, вступал во взрослую жизнь, факультет языка и литературы, он окончил в 1941-м. Сегодня на главном корпусе родного альмаматора установлена мемориальная доска памяти поэта. Родные, студенты, деятели культуры, словом, все, кто любит произведения Мустая Карима, возложили здесь цветы. А вот в Башкирском педоуниверситете появился бюст народного поэта республики, авторства Юрия Солдатова. Прямо в здании филологического факультета здесь же открыли именную аудиторию. Она представляет собой целый мемориальный комплекс, где собраны редкие фото, архивные документы, рукописи, собрания сочинений Мустая Карима. Это лекционная аудитория, здесь будут заниматься ребята с разных факультетов, в основном с института филологического образования, межкультурных коммуникаций. Конечно, здесь будут проходить конференции, она оснащена всем необходимым для выхода и в интернет, для видеоконференций. Я очень надеюсь, что дух Мустая, он настолько всеобъемлющий, он настолько богат, что ребята смогут этот дух прочувствовать, понять и еще на чутуську стать светлее и лучше. Увековечили память о тех, для кого Мустай был творческим соратником и другом. В стенах молодежного театра установили мемориальные доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону, а также поэту и писателю Андрею Дементьеву. Два года назад они были зрителями спектакля «Радость нашего дома в Уфе», после чего Дементьев читал стихи, а Кобзон исполнил свои самые известные композиции. И он любил Башкирию, любил сюда приезжать и любил здесь выступать, потому что его всегда великолепно принимали. Масса цветов, масса улыбок. Для него это все было очень важно. Если сейчас мне может что-то доставлять удовольствие и радость, то это вот такие поступки, такие акты. Но их объединяла, конечно, большая советская литература, которая в те годы гремела, звучала. И Мустай Карим часто печатался в журнале «Юность», главным редактором которого был Андрей Дмитриевич. Я тоже работала в журнале «Юность». Я помню, как он приходил в редакцию, я помню его публикации. В то время журнал «Юность» был с трехмиллионным тиражом. И поэтому вся страна, конечно, знала и читала и его прозы, и его стихи. У памятника Мустая Карима в Уфе состоялась церемония возложения цветов и митинг памяти великого сына башкирского народа. Почтить ее съехались государственные деятели не только России, но и стран-соседей. Секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов обратился к гостям стихами. А вот советник президента страны по культуре Владимир Толстой отметил, что заветы Мустая будут жить вечно. Мустая Карима – это дети Мустая Карима, его внук, и они пропагандируют творчество своего отца и деда. Но при этом они делают огромное дело для башкирии и для страны, потому что это гораздо больше, чем просто воспевание близкого человека. Это пропаганда настоящих ценностей подлинных. Нужны духовные ориентиры. Вот таким одним из знаковых фигур в евразийском пространстве является Мустая Карим. Я думаю, что именно вот такие лидеры духовные, они как раз дают нам помощь, чтобы мы правильно сориентировались и не потеряли нравственные ценности. Глава Башкортостана Ради Хабиров сказал, что творчество Мустая Карима вновь громко заявляет о дружбе народов, о том, какие нравственные идеалы должны быть у людей. Ради Хабиров выразил благодарность близким народного поэта, что они в очередной раз подарили всем мир Мустая Карима. Много сделал для того, чтобы открыть миру, открыть Россию, наш Башкортостан, нашу культуру, традиции нашего народа. И вот даже в эти дни, когда уже давно его нет с нами рядом, его творчество вновь заявляет о дружбе народов, о том, как надо жить и какие нравственные идеалы должны быть у людей. Наша задача для всех в нашей республике быть такими, стремиться быть такими, каким был Мустай. Брать с него пример и напитываться его наследием, которое для нас бессмертно. Имя Мустая увековечено в текстах, фото, камне и еще на кинематографической пленке. Долгожданная премьера – фильм «Отряд Таганок» по мотивам повести Мустая Карима. Показ прошел одновременно в двух залах кинотеатра «Родина». Режиссер Айнур Аскаров, по его словам, творчество поэта во время празднования его столетия получает новое начало. Мы довольно быстро переработали повесть в сценарии, в киносценарии. У нас три сценариста – Айдар Акманов, Магафур Тимир Булатов и Дамир Юсупов. И мы такой командой вчетвером очень быстро все это сделали. И получилось, как мне кажется, интересно. Мы постарались не упустить тонкие нюансы повести и в то же время превратить это в захватывающий киносценарий. Мне кажется, у нас получилось. Зритель оценит. Вековой юбилей Мустая в эти выходные праздновали и хоккейные болельщики. Внук поэта Тимир Булат Каримов бросил первую шайбу в начале матча Салават Юлаева с Акбарсом. В итоге победа уфимского клуба со счетом 3-1. Кульминацией же празднования векового юбилея поэта стал торжественный вечер в уфимском конгресс-холле Таратау. Гости увидели документальный фильм «Мустая», снятый кинокомпанией «Мастерская Саиды Медведевой». А поздравительную телеграмму в адрес родных направил президент страны Владимир Путин. Наследие Мустая Карима оказало огромное влияние на современников. Стало настоящим явлением в литературе. Важной, неотъемлемой частью нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия. Народная тропа не зарастает и в деревню Кляшево, родную для Мустая Карима. Здесь есть колодец, который выкопали еще 40 лет назад, и где поэт брал воду и по его собственным воспоминаниям черпал вдохновение. Это место теперь так и называется – колодец вдохновения. Земляки Мустая Карима рассказывают, что на склоне лет он все чаще приезжал в Кляшево, гостил у соседей, наставлял местных школьников, был добр и интеллигентен. Ну, благодаря Мустафу Асафовичу ведь и школу построили. Это мы знаем. Благодаря ему и дорогу, вот, все это, так сказать, его заботами все это было сделано. И он помог тут нам осесть в то время. Так что вот получилось, что он как бы нам помог тут приютиться. Ну и вот с тех пор неразрывно все время мы здесь находимся. Мустаф Асафович при жизни часто сажал деревья в Кляшево. Эту его традицию переняли близкие почитатели творчества, которые высадили саженцы лип и рябину средней школы, носящие имя знаменитого земляка. Дай бог, чтобы они выросли, как вот эти прекрасные березы, которые здесь стоят. Конечно, у них должна быть долгая судьба. Мне очень почетно, и я очень рад, что горжусь тем, что здесь будет и мое дерево. Основные торжества в родной деревне Мустая Карима прошли в новом Доме культуры. Его построили в рамках благотворительной программы компании «Башнефть». Прежний сельский клуб 60-х годов постройки не подлежал ремонту. Площадь нового здания 900 квадратных метров, а вот зрительный зал на 150 мест. В фойе разместилась интерактивная выставка, посвященная жизни и творчеству Мустая Карима. По словам внука народного поэта, учредителя фонда имени Мустая Карима Тимирбулата Каримова, вековой юбилей деда открывает новую страницу всей культуры Башкортостана. У большого художника, у большого поэта возраста нет. Мы начинаем совместно со всеми башкортостанцами новую страницу в культуре, литературе и истории нашей республики, потому что башкортостанская, башкирская литература, башкирское искусство, башкирская музыка заслуживают места самого достойного в самом обширном культурном пространстве. Празднование столетия со дня рождения Мустая Карима завершилось встречей односельчан и показом театральных зарисовок по мотивам его произведений. Теперь у почитателей творчества народного поэта Башкортостана есть еще более богатое наследие. Вместе с нетленными текстами о гуманизме, о верности, чести навсегда останутся и фильмы, мемориалы и памятники великому Мустаю.